Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение. На 101FM. Начинается программа «Особое мнение» 13.06 в Кирове. Я Анна Лапшина. Приветствую в нашей студии сегодняшнего гостя. Юриста Яна Чеботарёва. Ян Евгеньевич, добрый день. С возвращением в родные пенаты, так сказать. Спасибо. Напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. На сайте «Эхакирова» идёт прямая видеотрансляция. «Эхакирова.ру». Там же можно задавать вопросы гостю через форум анонсов. И вопросы ваши уже есть, но немножко попозже мы к ним перейдём. Также ваши вопросы принимаем по СМС на номер 8909 720 101 и 0. Пишите, мы следим. Ян Евгеньевич, ну вот честно, по возвращении в Кировскую область вопрос, который хочется задать. Начнём с дорог? Давайте, да. Давайте. Тема наболевшая, безусловно. Дороги, конечно, в Кирове за последнее время чуть-чуть стали лучше. Наверное, только на тех участках, которые отремонтированы. Но, честно вам скажу, Аня, я наблюдаю ежедневно несколько раз в день за тем, как работают отдельно взятые наши дорожники. А вы активный пользователь дороги Киров-Русская, насколько я помню. Я очень активный пользователь. Как минимум утром и как минимум вечером я по этой дороге проезжаю, регулярно наблюдаю, что там делается, в какой последовательности, какими силами и в какую погоду. Ну, приличные слова у меня, конечно, есть. Я постараюсь. Они ругательные? Нет, они критические. Но я стараюсь идиомы не использовать. Честно скажу о том, что, ну, вот очень двоякое ощущение у меня складывается в части ремонта наших дорог. Я, конечно, не настолько знаком с технологией укладки дорожного полотна. Однако мне казалось, что, например, оканавливание дороги, оно сейчас подается под видом расширения проезжей части. Вот давайте мы расскажем, что такое оканавливание. А это идет просто экскаватор с достаточно небольшим ковшом, размером, ну, наверное, шириной сантиметров 25-30. И роет небольшую канавку глубиной, да, сантиметров 30 вдоль дороги. После чего это канава... Это по обочине? По обочине, да. Значит, высыпая, соответственно, вот этот выкопанный грунт на эту же точную обочину. После чего это канава на протяжении, ну, наверное, недели 2-3, наверное, да, минимум, стоит, размокает под дождями, напитывается грязью. Вся вода из этой канавы утекает ручьями под это же дорожное покрытие, оставшееся, которое на автодороге Киров-Русской есть. После чего, спустя достаточно продолжительное время, когда вся эта грязюка уже вытащена на проезжую часть, приезжает КАМАЗ, где два милых молодых человека лопатами разбрасывают желтоватый чембулатский щебень мелкого весьма размера ровно вот в эту вот грязь с потеками, простите, слизи, травы скошенной и прочее, прочее. После чего это благополучно стоит и ждет, когда спустя еще месяц-полтора-два придет бульдозер и, наконец, начнется выравнивание поверхностного слоя асфальта. То есть его же укатать еще надо, это чебель. Укатать нужно, да. Ну, на самом деле, вот честно скажу, не понимаю я логистики процесса. Я вижу о том, что в настоящий момент на протяжении, наверное, километра-полутора, может быть, от въезда в поселок Садаковский и до фактически его выезда дорога уже приведена более-менее в относительный порядок. То есть на протяжении поселка Садаковский. Да, то есть в Садаках более-менее все ничего, дорожка выровнена, хотя бы те ухабы, которые были там еще относительно недавно, уже не так бросаются в глаза, ехать там приятно, но... А дальше? Подождите, вот объясните мне. Хорошо, простите. Вот насколько я понимаю ситуацию, автодорога Киров-Русская, которая подлежит ремонту, начинается у нас от проспекта Строителей. Мне, во всяком случае, так казалось. Чтобы попасть в поселок Садаковский, нужно проехать примерно еще километр, мимо метра, мимо катка свежего, взобраться на горку, и вот дальше уже после отворотки к метрограду начинается непосредственно более-менее человеческая дорога. Почему нельзя было делать сразу все? Почему обязательно нужно кусок хорошего асфальта положить и бросить вот этот пресловутый километр от Строителей до Садаков? Ну, не все сразу, мне кажется. Ага. Ну, с таким же успехом мы можем построить, например, километр дороги в чистом поле и рапортовать о том, что активно проводится строительство какой-то дороги, хотя эта дорога никуда не ведет. Либо что? Непонятная технология абсолютно. Значит, точно так же. Ян Евгеньевич, может, просто в Садаковском была более серьезно разбитая дорога, поэтому сделали ее в первую очередь, а до остального потом руки дойдут? Вы знаете, на мой взгляд, в Садаках, конечно, ситуация была аховая, но она ровно такая же и за Садаками. Вот есть еще один более-менее нормальный участок дороги, это мимо Костина, где в прошлом или позапрошлом году производился ремонт. Там нормальная дорога. А вот все, что дальше, вплоть до Русского, вы такой дороги не видели. Там нормальные-то люди... Ян Евгеньевич, я видела в прошлом году. В этом году, видимо, еще хуже. Я просто не рискую уже. Сейчас я слова подбираю тщательно, чтобы Роскомнадзор нас потом в чем-нибудь не обвинил. Есть же слова, которые употреблять в эфире нельзя. Например, в поселке Бахта есть мост через речку Бахтинка. Ведутся на дороге Киров-Русской какие-то работы, где-то подсыпается щебень. Мостом никто не занимается. Там ямы мне вот по колено примерно. Нужно очень сильно постараться, чтобы колесом в эту ямину просто не попасть. Простите, а как же люди-то едут? Вот так и едут. Еще раз, смотрите, я почему заговорил по поводу того, что, на мой взгляд, неправильно ремонтировать автодорогу, причем достаточно нагруженную кусками. Известно, достаточно давно выявлена закономерность о том, что пропускная способность любой дороги определяется ее пропускной способностью, скоростью движения по самому ее разбитому неровному участку. Соответственно, ну хорошо, вложим мы миллионы государственных денег. А если я правильно помню, на ремонт именно автодороги Киров-Русской выделено порядка 250, по-моему, миллионов рублей. Говорили, во всяком случае, что четвертая часть всего бюджета на ремонт всех дорог Кирова – это именно автодорога Киров-Русская. Довели. Самый дорогой участок. Да. Значит, великолепно. Отремонтируем мы 21 километр этой автодороги на уровне европейских, дай бог, стандартов. Все великолепно. Уральский щебень, импортный гудрон, тяжелейшая техника. Все укатали, дренажи сделали, хотя ничего этого в помине нет. Но, тем не менее, полтора километра от, например, от Садоков до города, непосредственно до проспекта строителей, оставим в том виде, в каком оно есть и сейчас. Так тогда весь, простите, этот ремонт большого-то практического значения для, например, организации дорожного движения иметь не будет. Да, мне кажется, и для автовладельцев тоже. Безусловно. Потому что они уже поехали по плохой дороге на своей машине. Ну да. Просто как только человек будет с нормального участка выезжать на убитый, разбитый, в колдобельных, в буераках, скорость мгновенно будет падать. И мы будем сталкиваться ровно с такими же пробками, которые наблюдаем и в настоящий момент ежедневно, не по разу в день. Ну, странно, честно. Здесь уже, наверное, может быть вопрос не столько к строителям, которые, на мой взгляд, все-таки недостаточно эффективно работают. Почему? Потому что те 8-10 человек, которые я наблюдаю на дороге, ну, с трудом. Всего? Их немного. Там работает в среднем один каток в Садаках. Так неудивительно, что к этому моменту всего километра сделали из 20 с лишним. Один каток, несколько человек с лопатами, с теодолитами ходят, что-то измеряют. Иногда подъезжает одна машина, например, с этим же гравием, чем булацким. Ну, и, соответственно, подходит техника, которая подвозит вот этот же выравнивающий слой из дробленого асфальта. Где-то привозят гудрон. В общем, я бы сказал, что, наверное, это одна бригада. Говорить о том, что какие-то экстренные силы задействованы на ремонте этой автодороги. Тем более, что, простите, но лето у нас в этом году, на мой взгляд, неудачное. Не задалось. Не задалось, да. Холодное лето 1953 года. Но, тем не менее, дожди, солнечных дней мало, ведра не ожидается. Соответственно, каждый погожий день на вес золота. Да, в прямом смысле этого слова. Я с удивлением вижу о том, что, например, сегодня дождя нет, но средства массовой информации сообщают о том, что почему-то администрация города фактически предписала дорожникам на эту неделю, которая, вроде бы, по прогнозам синоптиков, ожидается дождливой. Приостановить. Приостановить работы. На мой взгляд, опять же, дорожники должны ориентироваться сами по обстановке. Я не призываю срочно-срочно, тяп-ляп, строить дороги и выкладывать дорогущий асфальт в лужи, грязь и прочее. Но, тем не менее, если дождя нет, то почему не продолжить какие-то работы? Нет, ну, администрация сообщает, что некие работы, я так понимаю, какие-то всепогодные, все-таки будут делаться. Все сезонные мероприятия подрядчики выполняют, сказал Андрей Менькин. На дороге Киров-Русской, в частности, продолжается устройство выравнивающего слоя. Что понимается под выравнивающим слоем? Я вижу о том, что на дорогу в большом количестве вот в эти канавы, которые первоначально были прокопаны по обочинам, высыпается, на мой взгляд, весьма спорный строительный материал, местный наш щебень. И все. И потом он стоит, ждет, когда спустя какое-то время до него дойдет очередь укатывать его выравнивающим слоем, заливать кудроном, укатывать катками. В это время по нему с успехом ездят транспортные средства, которые своими колесами весь этот щебень, пусть и не такой дорогой, как уральский гранитный, но тем не менее. Дробят. Дробят, выкидывают на обочины и прочее, прочее. Я почему говорил с самого начала о том, что мне непонятна логистика данного процесса. Я бы все-таки видел, что после того, как произведено расширение проезжей части, укладывается щебень, тут же гудронится, тут же укатывается. В это время движение на этом участке дороги или ограничивается, или перекрывается. Вот это тоже большой вопрос. Почему не было закрыто или ограничено движение, и были жалобы в том числе из подрядчиков, что едут автомобилисты, гады, едут прямо по только что подремонтированной дороге? Других-то дорог нету. Через Победилово? Вот, спасибо огромное, огромное спасибо. Через Победилово тоже можно, можно через Париж, безусловно, сплавляться на паромах на ту сторону Быстрицы и пытаться как-то огибать проблемные участки. Но это нужно выезжать фактически на работу с вечера, не хочется. Я видел эту ситуацию, да, действительно, на мой взгляд, когда широко объявляли, что подрядчик был вынужден переделывать выравнивающий слой. И, безусловно, это вина самого подрядчика. Почему? Потому что никаких знаков, предупреждающих, запрещающих движение по свежеуложенному асфальту, никаких знаков о том, что движение на этом участке как-то ограничено или стеснено, подрядчик просто не выставил. Так они телефоны не знают, ГИБДД нашей. Они же московские. Ну, Аня, ну что вы, какие московские? Яна Евгеньевич, вы же понимаете, что сарказм, да? Ну, это я понимаю, да. Подрядчики-то, может, и московские, собственно говоря, а работы-то выполняют наши кировские. Вятские парни, совершенно спокойно относящиеся к всему происходящему, более того, даже местами глумящиеся над народом. Во всяком случае, ну, когда на моих глазах этим же подрядчикам подходили местные жители и просили, например, не вываливать щебень на газоны, на грядки, а чуть-чуть сдвинуть кучу. То есть, грубо просто, не переложить ее, а просто вот пришел КамАЗ и подходит местный житель и говорит в поселке Бахта о том, что вот высыпайте, пожалуйста, вот сюда. Здесь вы никому не помешаете, вам будет удобнее. Нет, мы лучше знаем, и плюх непосредственно на нормальный газон, где, простите, цветы посажены. Ну, что это? Ладно, это от людей зависит, бог с ним. Вот, так что дороги странные, я удивлюсь, честно вам скажу, если подобного рода трасса простоит достаточно долго. Хотя, конечно, даже в том виде, в котором она есть сейчас, это и то большой подарок для всех жителей того района, потому что, ну, с каждым днем, фактически, передвигаться по дорогам все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Но вы, да, в перерыве говорили перед эфиром о том, что задумываются жители о том, не купить ли технику тяжелую вместо автомобиля. Ну, это, Аня, кроме шуток ведь, действительно, с учетом того, что у нас и дождливая погода, и убитые дороги, и дороги превращаются местами просто в грязевую кашу. И под этими лужами, которые имеют место быть, далеко не всегда удается разглядеть и предугадать ямку. Ямки у нас нестандартные, как правило, ни одним ГОСТом не описаны. Я видел только этим летом несколько случаев, когда на таких ямках ломались шрусы, и колеса просто укатывались в сторону. Так что вопросы есть, безусловно. Посмотрим, насколько качественно в итоге окажутся выстроенными эти дороги, и насколько, опять же, трепетно подрядчик московский отнесется к выполнению тех гарантийных обязательств, которые предписаны муниципальным контрактам. На следующие годы. На следующие годы. По заделке каких-то ранее вышедших участков. По переделке, да, по гарантийному обслуживанию. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Хорошо, с темой дорог, наверное, пока завершим. Ян Чеботарёв у нас в эфире высказывает особое мнение. Прервёмся на минуту и вернёмся в студию. Особое мнение на 101FM И продолжается особое мнение юриста Яна Чеботарёва. Ян Евгеньевич в нашей студии только что прям вот о наболевшем говорил. Дороги Киров-Русская. Переходим к ещё одной важной теме. Накануне, собственно говоря, подвели итоги кампании по выдвижению кандидатов в губернаторы Кировской области. Руководитель избиркома Алексей Круглов подвёл официальные, значит, итоги. Ну, я напомню, да, нашим слушателям в выборах участвуют пять человек. В РИО губернатор Игорь Васильев, представитель КПРФ Сергей Мамаев, представитель ЛДПР Кирилл Черкасов, Николай Барсуков, это партия коммунисты России, и самовыдвиженец Николай Дубравин. Кандидатам сейчас в течение июля предстоит собирать, ну, проходить так называемый муниципальный фильтр, собирать подписи депутатов, там, да, руководителей районов городских округов. Самовыдвиженцу Николаю Дубравину ещё и подписи избирателей надо будет собрать, там, в районе пяти с половиной тысяч. Что интересно, собственно говоря, да, у нас эта кампания будет проходить без СССР, незадолго до финальной стадии. Сергей Доронин, руководитель Справедливой России местного отделения, сказал, что выборы в том виде, в котором они существуют, это профанация, они не видят смысла принимать в них участие, вот, СССР у нас не будет. Ну, и, собственно говоря, не очень понятно, сейчас будет ли второй тур, потому что накануне руководитель избиркома, судя по тому, что преподносит и как преподносит наши коллеги, сказал, что на второй тур денег-то нет, не предусмотрено. То есть, фактически, получается, мы имеем пять кандидатов, которые то ли соберут, то ли не соберут сейчас подписи, будут зарегистрированы, не будут зарегистрированы в конечном итоге, а руководитель избиркома уже говорит, а денег на второй тур нет. Ну, и что, демократия сама по себе штука достаточно дорогая и затратная. Я думаю, что если все-таки случится нечто и встанет вопрос о все-таки необходимости организации второго тура, то деньги, безусловно, отыщутся. Другой вопрос, вот я лично не предвижу второго тура. Вообще, на мой взгляд, хватит и первого тура, и причем я прогнозирую, безусловно, победу ныне действующему главе Кировской области, господину Васильеву. Это связано с тем, что остальные кандидаты не смогут каким-то образом там, не знаю, обойти его в борьбе? Мы можем вообще прогнозировать? Давайте попробую. Ну, еще раз, прошу правильно меня понять. Мы ни за кого не агитируем. Во-первых, не агитируем. Во-вторых, я все-таки по профессии не политолог. Я предлагаю только свое мнение. Конечно, и особое мнение юриста Яны Чеботарева. На субъективном восприятии. На мой взгляд, вся ныне существующая политическая система как раз подразумевает победу так называемого главного кандидата, которым является, как правило, представитель уже властных структур. Это не упрек какой-то господину Васильеву, который мне лично представляется весьма неплохим управленцем. Пусть даже с какими-то недочетами, формирование команды, еще что-то. Это, в конце концов, все дело наживное, сколько это упрек самой системе. Так получилось, что на протяжении достаточно длительного времени система с наших выборов строилась таким образом, что всегда есть какой-то неформальный лидер. У нас есть действующий глава, пусть и с приставкой временно исполняющей обязанности в РИО, но, тем не менее, соответственно, вся система, на мой взгляд, должна взять под козырек и за счет своей инерции обеспечить победу этому губернатору, этому кандидату. Что касается личности Сергея Павленовича Мамаева, господина Черкасова, вот, к сожалению, самовыдвиженца Дубровин. Николай Дубровин. Не знакомый лично. Был депутатом законодательного собрания предыдущего созыва. Точно так же и у Черкасова, и у Мамаева, безусловно, есть положительные черты, есть отрицательные, как у каждого человека. На мой взгляд, рассчитывать на второй тур и на то, что они наберут какие-то существенные проценты, я бы не стал. Что касается Сергея Павленовича, ну, все-таки определенным минусом является его принадлежность к достаточно одиозной структуре. КПРФ является у нас правоприемником. Они, во всяком случае, себя таким представляют. Коммунистическая партия Советского Союза. Мы все достаточно давно живем на этом свете и помним, что у нас происходило во времена СССР. Я бы не хотел, чтобы снова вернулась коммунистическая идеология. Вы знаете, ведь много тех, кто хотят. И это не обязательно люди старшего возраста. Очень много среди них людей, которые не жили в советское время. Вот слава богу, что Российская Федерация на современном этапе еще позволяет людям хотеть чего-то разного. Слава богу, пусть хотят. Просто я считаю, что значительная часть нашего населения не поддерживает коммунистическую идеологию. Посмотрим, история нас рассудит. В сентябре мы это увидим. Хорошо. Это фактически был ваш ответ на вопрос нашего слушателя Олега Злобина. Он спрашивает на сайте, как вы думаете, есть ли шансы у Сергея Павлиновича Мамаева. Но там вопросы с двух частей. Еще одна часть вопроса. Решили ли вы, за кого будете сами голосовать на грядущих губернаторских выборах? Я не решил, честно говоря. В этой части я люблю альтернативу все-таки. Я достаточно спокойно отношусь к господину Васильеву. Честно скажу, что лично он мне весьма симпатичен. Но я вижу некоторые огрехи его подчиненных, которые бросают тень непосредственно на него. Я еще не решил, за кого я лично свой голос отдам. Но на выборы вы пойдете? Ну, наверное, да. Потому что сейчас же практика какого рода о том, что человек, который не идет на выборы, фактически голосует. И причем отдает свой голос в пользу того кандидата, который наберет чуть больше остальных. Соответственно, человек, который не пошел на выборы, все равно проголосовал. За фаворитов? За фаворитов. Хорошо. До перерыва еще успею задать один вопрос. Поскольку вы говорили, что все предопределено. Прошу вас проанализировать тоже на уровне пользователей социальных сетей, новостных каких-то сайтов, ресурсов. Эта ситуация характерна для Кировской области или для России в целом? Нет. Здесь как раз мое убеждение состоит в том, что подобная ситуация, она характерна для всей российской действительности. Безотносительно того, происходят ли эти выборы на территории Кировской области, города Москвы, города Санкт-Петербурга, либо Чеченской республики. Я к чему подвожу. Некоторые эксперты, собственно говоря, придерживаясь того же мнения, что и вы, побеждает кандидат от власти, рекомендованный Кремлем, Москвой, Путином, кем угодно. Говорят, а зачем тогда нам вообще выбор? Давайте вернемся к системе, которая существовала, когда губернаторов назначали. Зачем тратить деньги бюджетные? Я напомню, вчера было озвучено, что на финансирование избирательной кампании в этом году выделено более 70 миллионов рублей. Слушайте, ну нам есть куда потратить 70 миллионов. Здесь не согласен. Почему? Несмотря на то, что я считаю, что итоги выборов во многом все-таки предопределены, я считаю, что сами по себе выборы являются весьма важным элементом контроля федерального центра за деятельностью будущих губернаторов. Понять уровень электорального доверия очень важно. Ведь, несмотря на то, что наверняка есть какой-то процент административного ресурса всегда, есть реальные голоса обычных граждан, которые, на мой взгляд, учитываются и точно так же анализируются. И на основании тех данных, которые получаются, федеральный центр принимает какие-то управленческие решения. Любые. В виде определенного кредита доверия для этих же губернаторов. В виде каких-то субсидий, субвенций, запуска новых инвестиционных проектов. Может быть, для построения дальнейшей какой-то карьеры для этих губернаторов. Причем, как в одну, так и в другую сторону, не будем забывать, что Никита Юрьевич Белых на последних губернаторских выборах набрал весьма неплохой процент голосов. Весьма неплохой. Но, тем не менее, дальнейшая его судьба, к сожалению, весьма не завидна. То есть, я считаю, что выборы важны как показатель уровня доверия, уровня эффективности того кандидата, который претендует на пост губернатора. Грубо говоря, сумеет ли тот кандидат, который является главным фаворитом в этой выборной гонке, обеспечить электоральную поддержку и легитимность той власти, которая имеет место быть. В конце концов, ему еще работать потом пять лет. Конечно. Опираться в своей деятельности на какую-то поддержку населения всегда приятно. Это как минимум гарантирует власть субъекта федерации от каких-то потрясений, от забастовок, от митингов протеста и прочее. То есть, на мой взгляд, смысл ныне существующих выборов как раз состоит в том, что это определенный тест для того кандидата, который претендует на весьма высокую должность. Сумеет ли он обеспечить легитимность той власти, которой хочет обладать. Хотя, конечно, и власть-то это достаточно условная. Без слова федерального центра вряд ли какие-то важные судьбоносные решения на территории любой области Российской Федерации принимаются. Но я честно скажу, я тоже против отмены выборов. Тем более, что обычным-то жителям тоже ведь достается что-то. Дороги делают, больницы строят. Хоть что-то достается. Жаль, если дороги будут ремонтироваться в Кировской области исключительно в преддверии избирательной кампании. Тогда я лично буду наставить, чтобы выборы были ежегодными. Отлично. Куда-нибудь, но каждый год. Ян Чеботарев в нашей студии высказывает особое мнение. Сделаем небольшую рекламную паузу. Вернемся в студию. Мы продолжаем выслушивать особое мнение юриста Яна Чеботарева. Ян Евгеньевич, вот просто к нашей предыдущей теме. Тема власти и та тема, о которой мы сейчас будем говорить, неразрывно связаны, по мнению многих экспертов. Тема коррупции. Да, безусловно. Ученые Вятского. Должно быть наоборот, на самом деле. Ученые Вятского госуниверситета, сообщает нам сайт ВУЗа, разработали систему тестирования, выявляющую склонность человека к коррупции. Кафедра практической психологии, факультета педагогики и психологии, собственно говоря, вот эту методику разработала. Был закуплен специальный комплекс из тестов, посредством которых выявляется, насколько человек способен просчитывать свои дальнейшие действия. Ну и вообще, насколько он склонен к нарушению закона. Мало того, разработанную систему уже протестировали в рамках договора о сотрудничестве между ВУЗом и УФСИН по Кировской области на лицах, осужденных за экономические преступления. В итоге среди респондентов было выявлено три типа коррупционеров. Лидер, активный участник и подстрекатель. Ну, собственно, сообщается, психологическое тестирование будет проводиться и дальше, а также, значит, вот этот пакет, разработанный антикоррупционных методик, будет предложен госкорпорациям и крупным компаниям. Но это, вероятно, вот для тех, кто принимает кандидатов, да, и рассматривает. Представляете, там в Кремле, да, тестирует кандидатов в губернаторы. Я просто представляю тот самый шаманский бубен, который будет разработан, с помощью которого будет производиться тестирование. Честно скажу, Аня, я к подобного рода известиям отношусь с изрядной долей юмора. А почему? А почему? Вообще серьезная ведь история. Нет, не серьезная. На мой взгляд, абсолютно антинаучная. Где-то что-то из той же серии, что и разработки господина Ламбразо, который в свое время доказывал о том, что по физиогномическим особенностям человеческого лица можно предугадывать, насколько человек склонен к совершению тех или иных преступлений. Это то же самое, что и полиграф. Ведь фактически интерпретацией и показаний любого прибора, любых замеров, измерений занимается конкретный человек. Соответственно, любая методика разрабатывается человеком и человеческим сознанием. Соответственно, те алгоритмы, которые предлагают в настоящий момент вятские психологи из опорного вуза. Но мне кажется, они не первые, кто разрабатывает подобные вещи. На мой взгляд, невозможно залезть настолько глубоко в психику человека, чтобы сказать, что этот человек предрасположен к совершению преступлений коррупционной направленности. Все зависит, на мой взгляд, от воспитания, от мер сдерживания, от эффективности работы правоохранительных органов. Согласитесь, что если человек уверен в безнаказанности, он гораздо легче пойдет на совершение любого преступления. Если он понимает о том, что его ждет неотвратимое суровое наказание, ну, он будет думать. И в этой части нет никакого смысла в том, чтобы пытаться анализировать какие-то мельчайшие движения человеческой души с тем, чтобы делать далеко идущие выводы о том, а возможно ли, что этот человек в случае наделения его какой-либо толикой власти прелестится возможным каким-то незаконным вознаграждением. Ну, странный подход, абсолютно странный подход, не говоря же о том, что абсолютно незаконный. А вот вопрос. Вводить в качестве обязательного подобного рода тестирования. Имеют ли право госкорпорации, крупные компании при приеме на работу человека подвергать каким-то подобным испытаниям и исследованиям? Ну, трудовой кодекс, Конституция Российской Федерации, безусловно, запрещают подобного рода тестирование, фактически приравнивая их к дискриминации. Но очень часто все крупные корпорации, государственные корпорации, проводя подобного рода исследования, пользуются просто правом безмотивного отказа в принятии на работу из серии. Вы нам не подошли, у вас не слишком большой опыт, то есть реальная причина отказа не формулируется просто. — Простите, а есть технологии, например, когда на собеседовании человека спрашивают, вот у нас есть такая методика исследования наших кандидатов, если вы готовы ее пройти, пожалуйста, подпишите бумагу. Это каким-то образом компанию подстраховывает от обвинений в нарушении закона законодательства? — Ну, собственно говоря, нет. На мой взгляд, нет. Не подстраховывает. Почему? Любой негативный тест может обосновываться и объясняться чем угодно. Неудовлетворительным состоянием, здоровье, повышенной температуры, излишним волнением. Как существуют достаточно простые методики, позволяющие с легкостью обмануть современную полиграфическую технику? Ну, с течением небольшого промежутка времени будут любые методики, позволяющие вести заблуждение и подобного рода аппаратуру, либо системы тестирования. Любые психиатрические, психологические тесты, они все-таки это инструменты. Важнейшим является интерпретатор. Как невозможно без квалифицированного врача-психиатра на основании тех тестов, которые есть в свободном доступе, сделать вывод о наличии у человека какого-то психиатрического заболевания? Точно так же, несмотря ни на какие аппаратные ухищрения, ни на какие приборы, невозможно сделать вывод о том, что человек к чему-то предрасположен. Это все равно вероятность какая-то. И эта вероятность не может и не должна по закону ставиться в вину человека. В конце концов, у любого человека, может быть, он настолько совестливый, что даже имея какую-то внутреннюю предрасположенность к чему-то, он настолько контролирует собственное желание, что ограничит себя и удержится в совершении любых поступков. То есть, фактически, это будет означать, если подобного рода методика будет внедрена, что мы фактически закрываем лишь на основании какого-то подозрения доступ нормальным людям к той же государственной и муниципальной службе, как угодно. К службе в любых госкорпорациях. Насколько это законно? Это абсолютно незаконно, абсолютно недемократично. Презупцию невиновности, во всяком случае, никто не отменял. То есть, да, за намерение у нас пока не судят, насколько я понимаю. Пока. Хорошо. Еще одна тема, тоже связанная с законом, его соблюдением, его нарушением. Наши коллеги-журналисты, сетевое издание «Ленточел», собственно, написали такой материал. Это авторское мнение Германа Галкина, редактора издания. С 1 июля, пишет он, произошло ужесточение законодательства, серьезно затрудняющего работу СМИ. Речь идет о некоторых, я так понимаю, поправках, изменениях в законоперсональных данных, которые предполагают, что теперь мы про субъекта статьи, публикации, эфира можем говорить очень ограниченное, доносить очень ограниченное количество информации, имя, фамилию и должность, собственно говоря. Все остальное, в каких условиях человек живет, члены его семьи, доходы, кроме тех, которые были, видимо, официально упомянуты в декларации. Держит ли он уточку. Какие-то покупки, да, действительно, вот уточка, не знаю, собачка, там еще что-то. Это все является персональными данными, и разглашение их, собственно говоря, может караться. Ну да. Ян Евгеньевич, да как же работать-то теперь? А так и работать. А как следить, а как за коррупционерами следить? Империя наносит ответный удар. Я-то считаю, что подобного рода законопроект родился во многом благодаря деятельности нашего бывшего соотечественника, советника, бывшего губернатора, господина Навального, который проявил настолько большую прыть в разного рода расследованиях, всех возможных коррупционных проявлений на всех эшелонах власти, что в настоящий момент власть посчитала, что пора уже как-то легитимизировать, установить правила производства этих расследований. Я думаю, что следующим шагом будет то, что журналистам вообще запретят любые расследования вести и скажут о том, что любое расследование – это функция Следственного комитета, полиции, управления Федеральной службой безопасности, главного разведывательного управления и так далее, то есть самого государства. То есть не лезьте, куда вас не просят. Я правильно понимаю, пока речь идет о СМИ, то есть та информация, которую нарывает, скажем так, да, находит Алексей Навальный и публикует в своем блоге, она имеет место быть. То есть блог не СМИ, он может публиковать, но как только средства массовой информации берут эти сведения из блога Алексея Навального, публикуют на своих страницах, к ним могут быть применены санкции. Ну да, у нас даже блогера можно признать средством массовой информации в случае, если есть определенное законным количеством просмотров, хитов, хостов и так далее. То есть государство-то, на мой взгляд, как раз пытается контролировать все информационные потоки с тем, чтобы иметь возможность с помощью чего угодно. Закона Яровой, репрессивных актов Роскомнадзора, заблокировать любой доступ, ограничить граждан в получении этой информации. Единственное, что можно черпать без любого ограничения, это добро пожаловать в Дом-2, Первый канал, господин Соловьев. Здесь ограничений нет на здоровье. Главное, не отравиться. В этой части я думаю о том, что, ну да, безусловно, это репрессивные меры и, на мой взгляд, они даже антиконституционные. Почему у нас в Конституции закреплено право на собирание и распространение информации, причем любой. Закон о защите персональных данных, изначально закон нежизнеспособный, мало аргументированный. Если у человека есть паспорт, то почему паспортные данные, которые мы сообщаем, ну, десятки раз в течение года абсолютно подозрительно, неподозрительно, посторонним лицам. Мы этот паспорт передаем в банках, в учреждениях связи. Ну, где-то берут специальную бумажку, так у тебя подсовывают, ты расписываешься, что я там согласен. Аня, я хожу по судам, наверное, раз в день точно бываю. Везде просят паспорт. Да, везде просят паспорт, везде переписывают. Меня это не смущает никак. Я считаю о том, что лично мне не повредит абсолютно никак, если кто-то узнает, где я зарегистрирован, если кто-то узнает номер серии моего паспорта и прочее. Ну, что такого-то. Тем более, что, простите, пожалуйста, это все так-то тайно полишенеля. Государственные структуры и так это знают, существует масса баз данных. Негосударственные структуры, простые граждане с достаточной степенью легкости могут эту информацию получить. Это тайно все-таки такая, знаете, относительная. Имея некоторые познания в области интернета, можно собрать сведения о любом человеке, как бы никто и не пытался это спрятать. Но это сейчас можно. Подождите немножко. Вот, пожалуйста, ужесточение принято. С течением времени, все сведения. У нас же еще, по-моему, закон о забвении действует. Ну, Аня, тут проблема-то как раз в том, что достаточно на начальном хотя бы этапе чуть-чуть выучить любой иностранный язык. И вы сможете с легкостью в сети интернета обойти любые российские законы. Почему? Потому что все-таки сеть интернет – это сеть глобальная. Достаточно сформулировать запрос на английском. И вам вывалится ровно та информация, которую наши власти пытаются как-то спрятать. Все это, я же говорю, тайны полишены. Но, к сожалению, в большом недалеко не все граждане Российской Федерации знают иностранный язык настолько хорошо. Наиболее активная часть знает и пользуется. И никто не отменял и не отменит никогда уже, я думаю, что и анонимайзеры, и ТОР-программы и прочие вещи. Глубокий интернет никуда не денется. То есть, ну что вот это? Будем искать более глубоко. Будем искать более глубоко. Чем на поверхности, чем на страницах изданий. Безусловно. Тем более, что даже если запретить все, ну хорошо, журналисты будут просто упражняться в знании русского языка. Либо одно средство массовой информации будет размещать одну часть информации, а другая другую. По отдельности, каждый из них не будет противоречить никакому закону. Однако, прочитав обе части, можно с легкостью будет сделать выводы, о ком конкретно в журналистском расследовании идет речь. Это старинный пример из еще дореволюционной юридической литературы. О сочетании действий, каждый из которых не является преступным, а в совокупности они образуют преступное деяние. Ух ты. Нет, ну очень просто. Экспериментируя дома с каким-то химикатом, я накапал немножко цианистого калия в кружку с водой и забыл ее на столе. А кто-то пришел и выпил. Является ли это убийством? Нет, если не доказан умысел. А как ты умысел докажешь? Ян Евгеньевич, очень интересно, но прошу прощения, надо прерываться. Эфирное время заканчивается. Ян Чеботарев, юрист, был у нас в эфире. Программа «Особые мнения». Яна Лапшина, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM.